И он услышал дюжи и интересный сигнал. Такое ощущение, что прям стойкое, что кто-то наблюдает, блин. О, с пивасом еще. А под ней земля провалилась. И вон там осколок. Посмотрите, какая красота. Знаю. Целое нет. Опа. Копатель. Опа. Тут вот у нас лошадки прыгают. Мы в Славском районе. Ну что, нас не покидает идея найти шнапс. Так что будем искать сегодня. Обязательно что-нибудь найдем. Взял щуп с собой. Не все у нас может звенеть. Так что будем настукивать стекляшки. И копать с Тимуром вдвоем сегодня. Все, не переключайтесь, друзья. Погнали. Ну, смотрите, ребят. Лось вон идет. Бежит. Вот щуп самодельный. Генерал делал в свое время мне. Кормилец. Да. Сегодня будем со щупом работать. Сейчас пойдем настукивать стекляшечки. Трехсоставной. Надеюсь, он поможет нам сегодня. Наша задача найти шнапс. 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 Травка, ребята, встает. Вот так вот уже с утра пройдешь в коротышах. И вот ноги помоешь заодно. Ой, какой дюжи хороший сигнал. Аж в захлеб лупит. И вот такая монета. 20 сенти какая-то. Даже трудно предположить, какого государства. 1935 год. Тигры или львы какие-то, непонятно. На пуговицах вот есть такой лес. Он что-то цепляет. Из ямки вот такая крышка. Добролин. Что такое? Мась, наверное, какая-нибудь, да? Я как взял в руки, сразу доброта. Я чувствую, вот прям она... Фух. Подымается, да? Подымается прилив доброты. Хорошо. Не знаю, был злой, а сейчас добрый стал. Так, вон бутылка показалась интересная. Уж не знаю, целая, не целая. Рядом еще какая-то посудина. Чашка была. Ладно, сейчас обкопаю бутылку, посмотрим. Ну целая, вроде как. Вроде как целая. Красота. Не синяя, конечно. Но все равно приятно. О, с пивасом еще. Ой, очень жарко, ребят, сегодня. Вроде пасмурно, а ветра вообще нет. Такая духота. Просто караул. О, оркестр шурует. Вот заливаются. Смотрите, друзья, что бутылку вытащил, а под ней земля провалилась. И вон там осколок еще какой-то виднеется. Что это такое? Может, конечно, бобровая нора, но фиг его знает. Видите, вон тарелка или что-то лежит. А вон кто у нас выполз. Как я его подлетил сюда. Взгляните. Полужук с коробей. Он такой перламутровый, как будто похож на клеща, который напился. Крови уже. Не так ли? И лапы у него. Мне кажется, там иголочка сзади пошла. А, да, это этот. Брошь. Брошь, точно. Клещевая брошь. Беги-беги, побегай вон по тарелке. Цветная находочка. Латунь, надо полагать. Тимур говорит, толочь что-то. Ты думаешь, латунная будет толочь? А? Думаешь, латунная будет пищевой этой? А какая? Пусть будет. Вон маленькая уксусница выскочила. Аж уксусом запахло. И вот так вверх, 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 вверх идет. Тут фундамент был. Вон он, видите. Колберг. Глюк или целюк какой-то. Что-то я уже такое находил, по-моему. Вот такая чернильница интересная. Под пиро здесь выемочка такая. Под пиро здесь. Под пиро здесь. Ну вот есть под пиро здесь. Шикарная. Да, шикарная. Ну, продолжаем копать, друзья. То ли еще будет. Пчелы роятся. Запах, конечно, такой вообще красота. Просто сладкий. Ямка. В прошлый раз начинали ее. Вроде что-то стекляшка лезла. И вот сразу же, смотрите, какая красота. Крышка. Класс. Блин, какая-то банка была. Надо сейчас внимательно посмотреть. Сижу на фундаменте, копаю. Такое ощущение, что прям стойкое, что кто-то наблюдает, блин. Такая находка незаурядная. Что это такое? Тимур говорит, явно коньки были. Ребята бегали здесь вот по замерзшему каналу. В хоккей играли, наверное. Причем это такие, на любую обувь надевались походу. Ну да, да. Так, ну вот еще дитя земли показалось. Не знаю. Целая нет. Опа. Вроде да. Глокингаса какой-то. Что-то снизу тут какая-то. В очередной раз Тимур ходил по выбитому полю. И он услышал дюжи и интересный сигнал. Ох, какой. Солид, да? Да. Вот так-то вот. Да, класс. Хорош. Тысяча семьсот шестьдесят третий. Классика. Ветерочек подымается, ребят. Похоже дождик натягивает. Так что выдвигаемся мы потихоньку к машине. Все цветет, скоро лето. Трава подымается, уже копать тяжело. Мелкие сигналы тяжелее вылавливать. Мы, как обычно, в дьюти-фри решили заехать. Вот смотри, кока-колу ты купил за сколько здесь литровую? Шестьдесят пять рублей. Шестьдесят пять рублей стоит кока-кола здесь. А у нас в Калининграде сколько она стоит? Сто восемь, где-то сто десять вот так. Ага. Морозное двадцать семь. Таких цен уже нету давно. Да, интересно, да, получается? Так, мы в Чебуречной ждем, когда на собеседование пригласят. Ну что, как бы нам все это делать? Посмотри, этот опять биг-бэк, да, сделан? Да, с ручкой. Этот с ручкой, а хачапури без получается. Да, спасибо, да.